Сравнивая два истребителя, американский F-22 и российский Т-50, важно отметить, американский F-22 создавался в идеологии дальнего ракетного боя, собственно, за счет своей малой заметности и приемлемых дистанциях, не требуя ввязывания в так называемую собачью схватку, док-файт, с истребителем потенциального противника. Как показали опыты локальных конфликтов, без прямого, по сути, боестолкновения истребителей никуда не уйти. И здесь как раз возможности российского истребителя сверхманевренности обеспечивают существенный выигрыш и существенное преимущество. Важно отметить, что все внешние обводы как раз созданы по истребителю Т-50 в рамках идеологии стелс. И действительно, его эффективно отражающая поверхность существенно снижена с истребителями предыдущего поколения. Российский истребитель пятого поколения чуть по габаритам превосходит американский. Здесь дополнительная возможность как-то размещения дополнительного объема топлива. И видно, что дальность действия американского истребителя где-то в полтора раза меньше, чем российского. Мы быстрее будем совершать те или иные маневры, те или иные элементы воздушного боя. И при этом наличие в составе российского истребителя ракеты малой дальности нового поколения было продемонстрировано на предыдущих ракетах. По сути, обратный пуск ракеты комплекса К-73 в заднюю полусферу в противоположное движение. В случае, если российский истребитель зайдет в заднюю полусферу, то никаких шансов американского истребителя не будет уйти от поражения. Редактор субтитров А.Семкин